В рамках форума «Реконструкция промышленных предприятий, прорывные технологии в металлургии и машиностроении» Совет молодых ученых ЮРГУ организовал круглый стол. Его участники обсудили способ передачи информации о реальных проблемах производства для исследований магистрантов и аспирантов. Очень многие студенты нашего университета потом, в будущем, будут потенциальными кадрами промышленности. Они должны знать точно не только от преподавателей, а лично услышав какие-то проблемы, какие-то веяния новые в промышленности. Может быть, познакомиться с работодателями уже сейчас, поэтому это должно быть им интересно. Мероприятие было направлено в первую очередь на аспирантов и молодых ученых. В ходе работы круглого стола они могли задать вопросы по своей работе практикующим специалистам, скорректировать научные направления и понять, насколько востребованы их разработки на современном рынке. Одна из задач нашего университета, которая прописана и в дорожных картах программы «Петстоу», и в программе развития Национально-исследовательского университета, это инновационная деятельность. И, соответственно, создание спин-офф-компаний, которые занимаются коммерциализацией разработок, является достаточно приоритетным. И всегда хорошо, когда наука делается не только ради наук, а для того, чтобы мы с вами завтра уже могли прочувствовать на себе те изобретения, те новости, которые предлагаются наши аспиранты. Руководитель бизнес-инкубатора ЮРГУ Евгений Воденицкий рассказал о простых способах сотрудничества коммерческих предприятий и университета. Так можно организовать целевое мероприятие, на которое придут заинтересованные студенты. Пример такой работы – прошедший в начале марта Хакатон совместно с компанией «Наполеон IT». Но есть и другие способы сотрудничества. У нас каждый год проходит конкурс «Умник». Представители предприятий могут прийти и в качестве экспертов оценить уже существующие проекты, возможно, выбирая для себя наиболее подходящее. То есть тех людей, с которыми могут они в дальнейшем сотрудничать. Это абсолютно бесплатно для предприятий получается. При этом они как проекты получают от государственной материальной помощи, то есть не остаются ни с чем, так и предприятия получают проекты, которые уже развиваются. В результате дискуссии участники кругового стола сформировали свои рекомендации для молодых ученых. По их мнению, важно быть активным в своей деятельности, контактировать с представителем интересующего предприятия и уметь видеть результат своей научной работы в той или иной сфере.